Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дельная опасность грозит школьникам из-за их одноклассника-пиромана Учителя пошли на все, чтобы перевести его в другую школу Но мать ребенка подала в суд Девушка подросток нашла свою мать, которая отказалась от нее в роддоме Женщина благополучно воспитывает двоих детей и не хочет вспоминать грехи молодости Истец требует выделения супружеской доли в наследстве умершего мужа Ответчик утверждает, что истец не являлась законной женой умершего Прошу вас Ваша честь, я прошу признать право на половину собственности квартиры, которая была нажита совместно с моим мужем Мой муж недавно умер Мы в браке были 9 лет Но за две недели до смерти он со мной развелся О чем я узнал вообще случайно, я приехала на похороны и об этом там узнал Потому что развод был заочный Ваша честь, простите, ее не было на похороне Ответчик, пожалуйста Если вы считаете, что было принято заочное решение о расторжении брака Вы обжаловали это заочное решение? Я его обжаловать, Ваша честь, не могу и не успею Потому что я сейчас хочу просто получить половину своей квартиры Вы ответили мне на вопрос Так, то есть вы считаете, что брак между вами был расторгнут Вы утверждаете, что вы об этом не знали И поскольку ваш бывший супруг скончался То у вас было совместно нажитое имущество Которое просто после расторжения брака не было разделено И вы просите его разделить Конечно, конечно Я бы сразу же, после развода, я бы сразу подала на раздел имущества Но сделать это я просто не успела Потому что муж умер Так, а что вы относите к совместно с нашим имуществом? Ну, когда мы были в браке, вообще муж был собственником трехкомнатной квартиры Нет, еще секундочку Он был собственником трехкомнатной квартиры до момента регистрации брака? Нет, квартира была куплена 7 лет назад А мы в браке были 9 лет То есть дочери было 2 года У нас есть дочь, Анечка, ей 8 лет Вот уже дочери практически было 2 года И он купил трехкомнатную квартиру в зеленом районе Вы просите признать супружескую долю, одну-вторую в чем? Только в квартире В этой квартире? Только на квартиру, да Одну-вторую долю, именно как вашу супружескую долю? Конечно, имею полное право на это по закону А вы как опекун, вы представляете чьи интересы? Я представляю вашу честь интересы их совместной дочери Моей опекунши, Анечке Которую я... Сколько ребенку? 8 лет Почему, если мама у нас есть, почему вы вдруг опекун? Ваша честь, дело в том, что она отказалась от дочери Ни от кого я не отказывалась Ты подписала? Она подписала официальный отказ Ваша честь В роддоме? В роддоме вы имеете в виду? Нет, потом Я не отказывалась от своего ребенка Потом, спустя какое-то время, она подписала официальный отказ После чего я смогла оформить официальное опекунство на Анечку Ваша честь Я не отказывалась от ребенка Просто Паша настоял, чтобы я подписала отказную Чтобы он мог повезти ее на море Отдыхать, потому что Анечке нужно было море Он каждый год возил ее за границу Разрешение нужно было Разрешение на вывоз ребенка на море И чтобы каждый раз эти документы не писать Он сказал, вот пиши отказную, настоял мне И, соответственно, поэтому я и согласилась Поэтому она отказалась от собственной дочери Только ради ребенка я это сделала Скажите, а сколько лет вы уже исполняете обязанности опекуна? Я не отказываюсь от ребенка от своего Почти восемь лет Почти восемь лет В восемь лет? В два месяца Анечке Ну, почти восемь лет В два месяца Анечке она их бросила Никого я не бросала Ваша честь Одну секундочку Дело в том, что не могли органы опеки Ответчика назначать опекуном Если ребенок проживал совместно с мамой и с папой Значит, было установлено, что мама не проживает совместно с отцом ребенка Они не проживали, Ваша честь Ваша честь, я прошу прощения Они не проживали вообще Мы ссорились, мы не очень хорошо жили, как бы ссорились Это было Но и когда мы ссорились, я уходила жить к маме Ну, то есть потом я возвращалась И мы жили дальше вместе И поэтому был назначен опекун Ваша честь И вы никогда не обращались за отменой опекунства На протяжении восьми лет Ваша честь Как только мы с мужем поженились Вот эта вот дамочка Поселилась вместе с нами И все это время постоянно, постоянно разрушало наши отношения с Паулем Она сначала ревновала меня к Паше Потом она начала настраивать против меня моего собственного жеребенка И вот до чего это докатилось Она его просто угробила Если ты в два месяца бросила, Ваша честь, она бросила моего брата Она бросила свою дочь Никого я не бросала Я жила вместе Я жила вместе Ну ты не жена Докажи Местец, минуточку Минуточку То, значит, простите Потому что, значит, докажи Я еще раз вам объясняю Органы опеки не могли принять решение О назначении ответчика опекуном просто так Конечно Я жила вместе с ними Я ухаживала за Павлом Я растила, ухаживала, помогала Анечку, за Анечкой Все происходило на моих глазах Эта квартира была куплена на деньги, проданные от добрачной квартиры Завещанной Завещанной 12 лет назад нашими с Пашей родителями Родителями Паши И вот посмотрите, там одна и та же стоимость 5800 он продал туда брачную квартиру И за 5800 же он купил вот эту квартиру Просто с рождения Анечки он хотел купить Ну, более комфортную квартиру в более зеленом районе И стоимость одна и та же Поэтому это средство от добрачной квартиры 12 лет назад Квартира была куплена 7 лет назад Мы в браке были 9 Все, что, соответственно, пришло у мужа Когда мы поженились Все, что было у меня Все, что было у него Стало нашим совместным именем Скажите, пожалуйста, естественно Ответчик предоставил документы, подтверждающие Что до момента вступления в брак Супруг располагал квартиры Которые он получил по завещанию Ваша честь, у нас не было брачного контракта Значит, все, что было его Стало моим Вы можете доказать, что квартира Сейчас, о которой мы с вами ведем речь Была приятна на совместные супружеские средства Ваша честь, мы были женаты И, конечно же, эта квартира была куплена После того, как мы уже поженились Ну, понятно Суд удаляется для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Ну, понимаете, что в этот раз был сарай А если вот завтра осуществит поджог школы? Совершенно верно А если там, не дай бог, будут человеческие жертвы? Если так рассматриваются эти позиции Так он и в той школе может это сделать Отличник-семиклассник был переведен в школу для умственно отсталых Что это? Беспредел учителей Или вынужденная необходимость? Узнаем в суде Ничего мне от тебя не надо Ничего, денег твоих мне не надо Я дура была, что тебя искала Селекция детей Что это? Это выбор Какого-то ребенка я хочу растить А какого-то нет Какие права у тех, кого мать выбросила из своей жизни? Суд оглашает решение, принятое по делу Заслушав исковые требования ИСА Взражение ответчика по заявленным исковым требованиям Рассмотрев все представленные документы и доказательства Иск в иске об определении супружеской доли супруги В размере одной-второй доли квартиры Суд считает необходимым отказать В данном случае суд не находит оснований Для удовлетворения иска Поскольку спорная квартира Не может быть супружеским имуществом Спорная квартира была приобретена На денежные средства Полученные умершим супругом От продажи его личной Добрачной квартиры Это подтверждается Представленным судом договорами Купли-продажи квартиры Которая принадлежала До вступления с вами в брак С последующей покупкой иной квартиры Где цена продаваемой и покупаемой квартиры Фактически равнозначны Кроме того, сопоставляя даты на договорах Суд может прийти к выводу О наличии связи между указанными сделками И следовательно считать Что данные сделки являются взаимосвязанными То есть приобретение квартиры Не могло быть до момента продажи другой квартиры В данном случае истец каких-либо доказательств Подтверждающих, что квартира была приобретена На семейные денежные средства Суду не предоставлено Поэтому оснований для удовлетворения заявленных Исковых требований суда не имеется Истец и ответчик суд огласил свое решение Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда В иске отказать Я сейчас вплотную займусь разделом имущества И прослежу внимательно Чтобы все получилось именно так, как должно быть Как будет справедливо Я абсолютно согласна с решением суда И я рада, что этой кукушке Не достанется ничего И что Аня Останется жить И расти в квартире своего отца Ваш ребенок за лето Стал выше на голову Выскочили откуда-то полицейские Начали требовать у нас документы Не спешите считать его взрослым Зачем тебе эта квартира? Ты скоро умрешь А у меня ребенок Я еще долго буду жить Даже не думай об этом Не заставляйте детей Решать взрослые проблемы Я видел, как сын ответчика лапает девочку А она сказала, что она проиграла себя в карте Судья Елена Дмитриева знает Как защитить детей от беды Я вас привлеку к уголовной ответственности За клеиту Непонятно? Понятно Битва за будущее Долгожданные премьеры Я и вас подкуплю, не волнуйтесь С понедельника по пятницу В 14.00 На нашем телеканале Стоп Точка Истец требует отменить решение Об отчислении ее сына Из общеобразовательной школы Ответчик заявляет Что ребенок представляет опасность Для других детей Уважаемый суд Уважаемый суд Я сегодня пришла к вам за просьбу Чтобы моего ребенка восстановили в правах Я мама 12-летнего Матвея У меня хороший, умный, красивый мальчик Учился в обыкновенной общеобразовательной школе В 6-м классе Но сейчас его судьба и дальнейшая жизнь Просто находятся в опасности Три месяца назад с ним произошел Очень неприятный инцидент В школе сгорел сарай И моего сына Матвея обвинили в том Что он поджег этот школьный сарай После этого пожара Школа выдвинула иск против меня Чтобы я возместила ущерб Стоимость этого школьного сарая В суде школа иск проиграла После этого начались неприятности Школы начали трясти Бесконечные проверки Тряс пожарный надзор Прокуратура проверяли еще какие-то инстанции В итоге директора школы и завхоза Сняли с должностей Несколько учителей получили строгие выговоры И вы знаете, ваша честь Вот для моего ребенка начался сущий ад Учителя начали его буквально гнобить За то, что из-за него уволили директора школы Получается так, что директриса Оказалась какой-то дальней родственницей Чиновница из Раяно И все, и моего ребенка начали буквально уничтожать Его начали таскать по психиатрам Назначили психолого-психиатрическую экспертизу Которая сказала, что мой ребенок психически ненормальный Что он якобы пироман И все, моего ребенка взяли и перевели в школу В спецшколу для психически нездоровых детей А я хочу, чтобы его восстановили в правах Чтобы его вернули в обыкновенную нормальную школу То есть основанием отчисления что было конкретно? Ну да, экспертиза подтвердила, что у ребенка пиромания То есть есть психическое расстройство Которое опасно, ну как для него, так и для окружающих Да Вот когда вы получили результаты этой экспертизы Вы обратились к специалистам Ваш ребенок стал получать какое-то там лечение определенное Там какая-то коррекция проводилась Вы что-то сделали? Ну во всем остальном-то он нормальный Он же не психически нездоровый человек И пусть школа немножечко тоже пойдет нам навстречу Там есть психологи, все это можно решить Нет, а что решить я никак не могу понять Я хочу, чтобы его вернули в обыкновенную общеобразовательную Вопрос, вот вашего ребенка возвращают в школу Он попадает в недружественную обстановку Вы как предполагаете, что у вас дальше ребенок будет продолжать А что надо, чтобы он учился среди дебилов? Нет, ну почему? Вы можете забрать его из этой школы и перевести в другую Ваша честь, я пыталась это сделать У нас школа маленькая, у нас город маленький Всего 9 школ на весь город Я его водила во все остальные школы, везде получила отказ Ответчик, будьте добры, пожалуйста Когда школа предъявляла исковые требования о возмещении ущерба Почему вам было отказано в иске? Ну, я вновь назначенный руководитель этой школы Подробности не... Скажу ситуацию Да, пожалуйста, давайте В тот день, когда действительно был поджог совершен Матвеем Во-первых, это была вторая половина дня Педагогического персонала было уже в школе мало И предыдущий директор, который был на руководящей должности Не мог рисковать несколькими человеками, тушая эту конструкцию Конструкция довольно-таки из облегченных форм была сделана Поэтому огнем было охвачено быстро это помещение Что поразило педагогов, которые наблюдали за всем происходящим То, что ребенок, совершив поджог, стоял и наслаждался этим зрелищем Ну, то, что он наслаждался, это неизвестно Ваши педагоги тоже стояли и тоже смотрели И неизвестно, наслаждались они или нет Они имели возможности устранить пожар То есть, а ваш ребенок даже не побоялся ответственности Он не постеснялся, то есть, он не испугался ничего Ему было все равно, стоят ли взрослые, что произошло Удивительные выводы насчет Матвея, удивительные выводы Но, тем не менее, заключение подтверждает мои слова, а не ваши Все равно, я считаю, что ему не место в школе для психически нездоровых детей Опять, перевод был осуществлен Хорошо, отече, тогда давайте так Истец заявил исковые требования об отмене решения, по которым ребенок был отчислен из школы Что по этой части вы можете сказать? Мы не можем удовлетворить ее просьбу Потому что я считаю, что мы подвергаем основную массу всех воспитанников, учеников То есть, большому риску В первую очередь, у нас важна безопасность В то учреждение, куда переведен ребенок, та школа является коррекционной Школа дебилов? Неправда Что неправда? Там просто облегченная программа Ну, конечно Если у вас ребенок такой замечательный, он вполне освоит, и вы можете дополнительными заначами разбить его в любом направлении Если у ребенка в шестом классе изучать программу третьего класса, если у него есть победы по олимпиадам, по математике, по биологии, а там дети в этом возрасте элементарно даже считать не умеют, что он будет делать в этой школе Неправда, откуда у вас эта информация? Придите и посмотрите все уставные документы в той школе Я смотрела, какие там дети, я видела, какие дети окружают моего сына Хорошо, отвечу, я хотела бы уточнить, давайте по регламенту все-таки, да? Для того, чтобы ребенка очистить из школы, чье согласие нужно? На основании медико-педагогической экспертизы, которая была дана, вот уже представлена сейчас вам в документальном виде, мы сделали этот заключительный перевод Подождите, естественно, еще раз вам задаю вопрос Ну, можно я сейчас до конца-то говорю? То есть в школу, куда переведен Матвей, вновь, то есть он поступил, в той школе 10 человек в классе, и каждый классный руководитель... Нет, мы с вами сейчас не об этом говорим Мы говорим с вами о соблюдении регламента формальности, которое предусмотрено действующим законодательством Третий раз вам задаю, для того, чтобы очистить ребенка из школы, чье согласие необходимо получить На основании была вот экспертиза, согласие мамы, и плюс еще... Согласие, подождите секундочку, согласие мамы на что? На перевод ребенка в другую школу Покажите мне согласие Это согласие у... У вас есть такое согласие? Да, ваша честь, это не согласие, это выбитые шантажем и угрозами совершенно... я не знаю, как получена эта бумага Вы знаете, как это все произошло? Я вам расскажу, ваша честь Нет, не надо мне рассказывать, о чем у вас бумага? Бумага о том, что я даю согласие на отчисление ребенка из школы Но, они когда мне подсовывали эту бумажку, вы мне что сказали? Вы сказали, что там якобы я не имею претензий к школе И я подписала, а потом, когда я выяснила... В последнем пункте там действительно есть такой пункт Правильно, а потом... Ну, а сначала с вами была проведена просветительная работа Истец, истец, мне, пожалуйста, бумажечку через судебного пристава передайте То есть, согласие было вами получено? Оно было выбито Шантажем и угрозами Подождите, подождите, подождите Вы потом обнаружили И вы пришли обратно в школу И написали заявление, что прошу ранее поданное заявление И считаете недействительным Где оно? Давайте Когда мне юристы объяснили, что все это было незаконно И что если бы я не подписала согласие То Матвей остался бы прекрасно учиться в своем классе Естественно, я попросила, чтобы все вернули назад Извините, вы как на меня кричали? Вы давили на меня? Неправда Истец, истец, истец У меня к вам вопрос Да Но если, даже если вы ставите под сомнение результаты экспертизы Но психиатры пришли к определенному выводу И я говорю, я допускаю Да, я употребляю это слово Допускаем, что ваш шин страдает определенного рода психическим расстройством Это расстройство может быть связано с тем Что он представляет угрозу как для себя, так и для окружающих Вот он вернется в эту школу И будет представлять дальнейшую угрозу Вы как хотите с этим бороться? Вы понимаете, что в этот раз был сарай А если вот завтра осуществит поджог школы? А если там, не дай бог, будут человеческие жертвы? Ваша честь, но если так рассматриваться этой позиции Так он и в той школе может это сделать? Но это же, извините, тоже как бы не очень веский-то довод В остальном ребенок нормальный, он же там совсем деградирует Он потом во что превратится в таких же детей, которые не умеют считать? В той школе есть скорректирующая работа Ваша позиция, что все требования закона были вами соблюдены И в данном случае отчисления из школы было правомерным Я правильно вас поняла? Да, и у меня есть доказательства, что он действительно представлял угрозу Нет, ответчик, ну, доказательства какие у вас, что он представляет угрозу? Во-первых, у меня вот ряд есть записок докладных Свидетельствует то, что он последний год практически ежемесячно нарушал дисциплину Один только мой сын в школе нарушал дисциплину У меня есть свидетель, классный руководитель, бывший классный руководитель Матвей Который может подтвердить поведение Матвея за последний год На основании этого, на основании согласия родителей Так, ну хорошо, я готова послушать вашего свидетеля Даже для того, что просто, может быть, мы до мамы достучимся, понимаете, в этой ситуации Так, пригласите, пожалуйста, свидетеля-ответчика Свидетель-ответчика, войдите Так, представьтесь, пожалуйста Меня зовут Горская Ирина Николаевна, я классный руководитель Матвея Значит, что я могу рассказать? Матвей очень умный мальчик, действительно, он учится хорошо Но почти все свое время классного руководителя я трачу на то, что я слежу за Матвеем Остальным детям мне просто нет времени Только вот за этот учебный год я 11 раз писала докладные, директор школы, о том, что он поджигал мусорные корзины Мусорные корзины, 11 раз А знаете, как страшно, когда в школе что-то горит? Ну кто в детстве не баловался? Истец, истец, ну пожалуйста, я вас прошу Мамаш я всяких видела, это кикавы очень много Но вы поймите, что это рано или поздно может трагически закончиться и для вашего сына в первую очередь Но вы должны услышать то, что сейчас говорят Спасибо Петарды, петарды Подкладывают петарды детям в рюкзаки А последний случай вопиющий Увел класс, весь класс, увел на стройку, чтобы показать, как горит мазут в бочке Мальчик по характеру лидер, он может повести за собой людей, детей, он детей увел Хорошо, я хватилась, думаю, а где Матвей-то? Матвей где? Я же постоянно за ним слежу Выскакиваю на крыльцо, а у нас стройка рядом И вижу шестой Б вокруг бочки, в которой мазут, как потом выяснилось Нет, ну хорошо, тогда скажи Так это еще не, а взрывные устройства? Подождите, подождите, подождите Взрывные устройства? Подождите, скажите, пожалуйста, вот такая ситуация Что есть определенное психическое расстройство Есть определенная опасность для жизни и здоровья как самого ребенка, так и окружающего Но есть еще обстоятельства, при которых он учится сейчас в школе Который тянет его вниз, а не наверх Ваша честь, я не считаю, что данная школа тянет вниз Там просто облегченная программа И все, там присмотр и уход за учащимися намного выше Так как 10 человек в классе, а не 25, как в общеобразовательной Что позволяет больше наблюдать за каждым из детей Но там другая программа Ну согласитесь со мной, что в любой коррекционной школе другая программа, другая И если классные руководители, вы этого не отрицаете Говорит о том, что хорошая успеваемость у мальчика Он победитель в Олимпиадах Ваша честь, если бы родитель встал на нашу сторону Хотя бы год назад, когда мы приглашали периодически на педагогические советы У нас была проведена корректирующая работа То есть я была учителем в этой школе То есть у предыдущего директора была создана комиссия И мы ежемесячно заседали То есть именно вот по этим докладным запискам Хорошо, скажите, пожалуйста, а психолог в школе есть? Психолог есть, психолог непосредственно работал с ребенком Мы неоднократно приглашали Приглашали неоднократно маму Потому что необходима была помощь со стороны родителей Она уклонялась периодически Она ни разу не пришла в школу Ничего мне от тебя не надо Ничего, денег твоих мне не надо Я дура была, что тебя искала Селекция детей Что это? Это выбор Какого-то ребенка я хочу растить, а какого-то нет Какие права у тех, кого мать выбросила из своей жизни? Суд оглашает решение, принятое по делу Суд, заслушав исковые требования Савдражение ответчика по заявленным исковым требованиям Приобщив к материалам заключения психолого-психиатрической экспертизы Которое было проведено по решению Общеобразовательного учреждения Заслушав свидетеля со стороны ответчика Рассмотрев дело с участием прокурора Заявленные исковые требования удовлетворяет И выносит решение об отмене решения Общеобразовательного учреждения Которым 12-летний сын истицы был отчислен Из общеобразовательной школы Суд принимает решение Обязать общеобразовательное учреждение Восстановить 12-летнего сына истицы В общеобразовательной школе Суд отменяет оспариваемое решение Общеобразовательного учреждения потому что принятые решения не соответствуют закону. В соответствии с частью 2 ст. 61 Федерального закона об образовании не допускается досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе общеобразовательной организации, то есть отчисление обучающегося, не достигшего 15-летнего возраста. Досрочное прекращение образовательных отношений, то есть до получения образования с несовершеннолетним, не достигшим возраста 15 лет, возможно только по инициативе родителей обучающихся. Появление психического расстройства у обучающегося также не давало права общеобразовательному учреждению без согласия родителя несовершеннолетнего отчислять его из учебного заведения. В данном случае истица не давала согласия на отчисление ее 12-летнего сына из общеобразовательной школы. Поэтому решение об отчислении несовершеннолетнего сына истицы из общеобразовательной школы является незаконным и нарушающим права ребенка. При таких обстоятельствах суд отменяет решение и выносит решение об обязании ответчика восстановить сына истицы в общеобразовательной школе. При этом суд хотел бы разъяснить матери ребенка. Суд считает, что в данном общеобразовательном учреждении нет соответствующих специалистов, которые бы могли помочь в коррекции поведения вашего ребенка. И поэтому суд материалы данного гражданского дела передает в органы опеки и попечительства для принятия ими решения. То есть они должны в полном объеме разобраться в данной ситуации. И для принятия решения в отношении вас как мамы. То есть насколько вы, как законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка, представляя его интересы, действуете прежде всего в... То есть ваши действия направлены на защиту прав и интересов самого ребенка. Поскольку из позиции, которая была высказана вами в судебном заседании, суд не может согласиться с теми доводами, которые были вами приведены. Поэтому суд передает дело на рассмотрение органов опеки и попечительства. Они будут и с вами связываться, и с вами связываться. Уже будут принимать определенного рода решения, как поступать в этой ситуации. И уже, если органы опеки будут представлять, не только вы, но и органы опеки прежде всего будут выступать в интересах защиты интересов ребенка. К моему большому сожалению, так бывает, когда органы опеки представляют интересы в защиту детей от мам, от пап. Понимаете, в чем дело? Ну вот государство их на это уполномочило. То, что вы трактовали как согласие на отчисление ребенка, то есть прекращение то, что у нас по закону называется общеобразовательных отношений. В данном случае суд ориентируется на письменные доказательства, которые были представлены, первоначальные заявления, последующие заявления, где она доводит до вашего сведения, что согласие на отчисление ребенка, то есть досрочное прекращение общеобразовательных отношений, истец не дает. Поэтому вам необходимо было прежде всего при принятии решения ориентироваться именно на второе заявление. И кроме того, вас ничего не ограничивало обратиться точно так же, как и суд сейчас это вынужден сделать в органы опеки и попечительства для оказания соответствующей помощи с их стороны, для того, чтобы разобраться в возникшей ситуации. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень рада, что Матвей вернется в свою родную школу, и Матвей будет очень счастлив увидеть своих одноклассников. И вы знаете, я услышала судью, я постараюсь принять во внимание все ее слова и больше заниматься своим сыном. Очень благодарна, что служба опеки будет теперь в помощь нам. И искренне выражаю надежду на то, что мама услышит и будет в помощь нам, в решении данной ситуации. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сожители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение трехсот дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Что, что за три тысячи? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец просит взыскать алименты с матери девочки-подростка. Ответчик иск не признает. Так, я вас слушаю. Эта история какая-то сумасшедшая. Дело в том, что моя жена, которая является... Простите, пожалуйста, вот на сегодняшний день вы состоите в зарегистрированном браке? Да, да, все верно. У нас дети есть. Вот именно. И еще оказался у нас один ребенок. Ответчик, ответчик, ответчик. В общем, в один прекрасный момент к нам постучала какая-то девочка в дверь. Я сидел дома, а моя жена открыла дверь. И я услышал сумасшедшие какие-то крики. Я подошел к входной двери и увидел, как моя жена, которую я всегда считал человеком милым, добрым, ну не знаю, пушистым, ласковым, она орала на эту 13-летнюю девочку, 14-летнюю, маленькая девочка, которая стояла в слезах, рыдала. Она как кошу над ней стояла, вот таким образом кричала на эту девочку. В общем, эта девочка ушла. Я подошел к жене и спросил, что случилось? Она говорит, это моя дочь. Мы прожили вместе такое количество лет, и она мне ни разу, ни одним словом, никогда ничего не сказала. Для меня святой человек был. Вот ты поступила так, и не знаю, я не могу тебе доверять. Я хочу, чтобы ты начал, не знаю, может быть, на тебя это станет уроком. Вот этим образом как-то начнешь оплачивать алименты, как-то финансово начнешь вкладываться. Я же не работаю, откуда я их возьму? Ты для меня, в моих глазах, станешь нормальным человеком. Опять, для меня сейчас ты лжец, я не могу с тобой жить нормально. Для меня это тяжело, понимаешь? Очень тяжело. Я хочу, чтобы таким образом ты взяла ответственность за этого ребенка и стала нормальным, нормальным человеком. После рождения ребенка вы написали отказ от ребенка. Да, я оставила ее в роддоме. И оставили ее в роддоме. После этого ребенок был передан на попечение государства, и ему был назначен опекун. Да, да, да. Вот Нина Владимировна, которая является опекуном. Дело в том, что это пожилая женщина. Она сейчас лежит в больнице, у нее инфаркт случился. Я понимаю, что она... Простите, а сколько ребенок прожила с опекуном? Ну, 14 лет. Ответчик, вы не отрицаете того обстоятельства, что вы являетесь юридически матерью ребенка, правильно? Юридически я имею в виду. Я не могу это отрицать, потому что я ее зарегистрировала. То есть вы отказались от ребенка и дали согласие на то, что ребенок может быть усыновлен, удочерен, что он может быть отдан под опеку. После рождения он был передан на попечение государству, и дальше уже государственные службы нашли опекуна. Я правильно вас понимаю? Да, я сделала осознанно, потому что я осознавала, что я не могу сама этого ребенка воспитать. Я сама была ребенком. У меня нет таких денег. Да у тебя есть замечательный повод найти работу, устроиться на работу и выплачивать деньги. Хорошо, за 14 лет это будет примерно чуть-чуть больше миллиона. Да какая разница, сколько это будет? Ты хотя бы начни это делать. Хотя бы покажи ребенку, что ты в нем заинтересована. И ты для меня станешь обратно тем человеком, которого я влюбился, с которым я хочу жить дальше. Игорь, подожди, у нас своя семья, у нас хорошая семья, у нас двое маленьких детей. Я даже если устроюсь на работу, то двоих детей я не смогу обеспечить. Плюс еще третьего ребенка, уже совершеннолетнего, со своими запросами. Да ты их не обеспечишь, я их обеспечу. Так, я очень терпелива, если вы обратили внимание, да? Я так понимаю, что, видимо, этот разговор у вас не первый, скорее всего. Поэтому, истец, вы в чем пытаетесь сейчас убедить ответчика? Вот вы скажите. Я хочу, чтобы она взяла ответственность за этого ребенка. Истец, а что... Я хочу, чтобы она, в первую очередь, оправдалась в моих глазах. Подождите, подождите, вы считаете, что все изменится? Вот объясните мне, пожалуйста. Да, я считаю, что если она возьмет ответственность за этого ребенка, который является ее ребенком... Хорошо, вы считаете, что уровень ответственности начался и заканчивается для вас, по крайней мере? Или, если я не права, вы мне тогда разубедите меня, что уровень ответственности в том, что ответчик будет выплачивать алименты, это уровень ответственности? Ну да, минимальный, хотя бы какой-то минимальный уровень ответственности. Нет, а что этот прождает уровень ответственности? Вот что? И нужно ли ребенку сейчас, который пришел к своей маме, чтобы ему там платили, ну, неважно, какие-то деньги? Вот вы скажите. Если она не хочет его принимать вот таким образом, как бы, как-то не материально, а как-то духовно, она не хочет его принимать. Но хотя бы материально она может помогать этому ребенку. Да вы знаете, вообще уже на самом деле государство все сделало. Вот уже все прошло, уже там 14 лет прошло с этого момента. Ваша честь, можно я прокомментирую? А что вы мне хотите пояснить? Просто мой муж хочет, чтобы мы ее приняли в семью. Но я не могу принять этого ребенка в семью. Ответчик, вот поверьте мне, это никакого значения не имеет. Речь идет исключительно об очень простом вопросе. Вот в связи с тем, что вы лишены родительских прав, с вас государство не снимает обязанности содержать своего ребенка, в отношении которого вы лишены родительских прав. Такая обязанность у нас с родителей не снимается. Но это очень большой размер. У нас двое маленьких детей. Какой большой размер? Там около миллиона, наверное, выходит. А я сейчас не работаю. У нас двое маленьких детей. Вы же серьезные, что ли, полагаете? Ну да, за 14 лет. Вообще у нас элементы выплачиваются в любом случае с момента обращения. Хочу, я тебе говорил, то есть это будет небольшая сумма. Это органы опеки должны были делать, когда они решали вопрос о назначении опекуна. Поэтому то, что органы опеки и попечительства 14 лет не взыскивали с вас элементы, это не ко мне. Ваша честь, а можно позвать вообще Маргариту? А зачем? А чтобы она просто постояла на глазах и рассказала при всеми, что она оказалась. Нет, простите, пожалуйста, вы воспитательные функции выполняете как-то вне рамок суда. Это не значит, что судопроизводство не должно нести в себе некие воспитательные функции. Но это не основополагающая задача суда. Понимаете, основополагающая задача судопроизводства – это приятие законного и обоснованного решения. Суд удаляет себя приятие решения. Прошу всех встать! Страшно и больно, когда страдают дети. Я с мамой жить не буду, не хочу, я ей не нужна. Вы понимаете, я ей вообще не нужна. Во всем виноваты взрослые. Ребенку там должно быть комфортно. А в шкафу ему комфортно? Судья Елена Дмитриева защищает детей от взрослых. Но я понимаю, что ни вам не отвечу, что нет дела до ребенка вообще. А мне есть дело до ребенка. Это битва за будущее. Долгожданные премьеры. Каждый будний день в 14.00 на нашем телеканале. Пусть исполняются мечты. Ничего мне от тебя не надо. Ничего, денег твоих мне не надо. Я дура была, что тебя искала. Каких ты делал потенциал? Тебе вообще не стыдно? Вот твой ребенок пришел, твоя дочка. Ну, ты видишь, какая она агрессивная. А представь, что будет в нашей семье. Да после того, как ты к ней отнеслась, как ей быть с тобой ласково? Я не знаю, это вообще ненормально. Пойми, я сделала, я все, что могла. Я отдала ее на попечительство в государство. Все, что могла. Воспитывают, а я воспитываю своих детей, наших с тобой. И так же наших детей, что произойдет тоже, да? Отдашь куда-нибудь. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования попечителя, чьи интересы по доверенности у нас вы представляли, заслушав возражения ответчика, рассмотрев представленные документы, иск попечителя о взыскании алиментов удовлетворяет и взыскивает с ответчицей в пользу попечителя на содержание несовершеннолетней дочери-ответчицы алименты в твердой денежной сумме, равной одной второй доле прожиточного минимума, установленного для ребенка ежемесячно до достижения совершеннолетия ребенка. Суд удовлетворяет требования попечителя о взыскании алиментов на содержание подопечного ребенка с матери ребенка, лишенной родительских прав, потому что лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка в соответствии с правилами статей 71-84 Семейного кодекса Российской Федерации. Содержать своих несовершеннолетних детей родители обязаны независимо от своего материального положения в соответствии с правилами части 1 статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации. Суд устанавливает алименты в твердой денежной сумме, потому что в случае, если у родителей отсутствует постоянный заработок, закон предусматривает возможность взыскания алиментов в твердой денежной сумме. Суд, учитывая, что в настоящее время ответчик не обладает заработком, поскольку находится в отпуске по уходу за другим ребенком. И, следовательно, просчитать возможный размер алиментов в процентном соотношении не представляется возможным. Суд устанавливает в долевом размере, а именно одну вторую долю, от прожиточного минимума, установленного для ребенка, для того, чтобы обеспечить ребенку жизненно необходимые потребности. В настоящее время в Москве прожиточный минимум для ребенка составляет 13 938 рублей. Таким образом, суд взыскивает одну вторую от прожиточного минимума. Истинный ответчик, суд огласит свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Считаю, что сумма вполне приемлема, и моя жена может абсолютно беспроблемно выплачивать сумму каждый месяц. Слава Богу, что сумма небольшая, и если это сохранит нашу семью, я согласна ее выплачивать. Суррогатные матери не отдают младенцев. Моя яйцеклетка и сперматозоид моего супруга. Чей получается ребенок? Истец. Детей покупают и продают. Почему они опять должны быть на моей шее? Как защитить детей от безумия мира? И для себя я никогда ничего просить не буду. Но для детей я глотку пору. Елена Дмитриева знает как. Встать нормально, нормально встать. Руки вынете с кармана. Вот так. Пожалуйста. Битва за будущее. Долгожданные премьеры. Давайте я по порядку вам расскажу. Нет, тут порядок я устанавливаю. Хорошо. С понедельника по пятницу в 14.00 на нашем телеканале. Мы дома поговорим. Павлик Морозов. Павлик Морозов.